Корпоративные СМИ лгут о безопасности работников избирательных участков, чтобы избежать ответственности за то, как происходит процесс голосования. Корпоративные СМИ снова повторяют уже развенчанную ложь о том, что якобы существует растущая, широко распространенная проблема, идущая от республиканцев, в особенности от тех, кто поддерживает Дональда Трампа, которые все время угрожают сотрудникам избирательных участков и превращают их жизнь практически в ад. Журнал Time опубликовал мелодраматическую статью об отчаянном стремлении конгрессменов-демократов включить положение в следующие законопроекты в федеральных расходах, которые, как они утверждают, защитит избирателей штата и членов местных органов власти от нападков мага, республиканцев и всех тех, кто не согласен с итогами прошлых выборов и того, как обстоят дела в выборном процессе Соединенных Штатов. Всех этих бедолаг, работников и сотрудников избирательных участков нужно скорее защитить от тех, кто приходит на участки, чтобы отдать свой голос. А что, собственно говоря, случилось? Почему их надо защищать, если бы они честно выполняли, например, свою работу и не заколачивали окна от наблюдателей и не кричали на них, чтобы те удалились на 200 шагов и тому прочее. Но речь сейчас даже не об этом. Конечно, Тайм возлагает вину за эту предполагаемую проблему целиком и полностью на Дональда Трампа, да еще и его сторонников, отрицающих честные выборы. Предупреждает, что настоящий бюджет Конгресса, вероятно, это последний шанс, который есть у демократов, чтобы защитить демократические выборы 2024 года. Иногда надо просто потратить деньги, и вся проблема будет решена. В общем-то, это нормальный ход для демократов. Любую проблему закрыть деньгами, купить, но не решить ее первоисточник. В частности, в статье Тайм также говорится, что это происходит из-за того, что сотрудники избирательных комиссий столкнулись с колоссальным ростом угроз смерти, онлайн-запугивания и оскорблений. Есть только одна маленькая проблема с фантастическим заявлением Тайм. Все, что написано пропагандистами-леваками этой газеты – чистая, сфабрикованная чепуха. Утверждение левых о том, что существует некая широко распространенный заговор избирателей-республиканцев, угрожающий представителям избирательной комиссии, просто не соответствует действительности. Но можете не верить мне на слово. Спросите собственное министерство юстиции Део Джей Джо Байдена, которая, в общем-то, как бы это все подтвердила и, в общем-то, выдала информацию такую. Время своих показаний в августе 2022 года, собственно, не так давно, в Сенате США Кеннета Паллетт, младший помощник генерального прокурора отдела Министерства юстиции, высокий человек, большая должность, заявил, что целевая группа агентства по угрозам выборов, которая была создана в июле 2021 года, опять же, под руководством демократов, которые пролоббировали ее создание с предполагаемым ростом угрозы в адрес работников избирательной комиссии, рассмотрели и оценили около тысячи предположительно угрожающих и преследующих сообщений, которые были опубликованы в социальных сетях, о боже, это же такая угроза, правда, сколько мы получаем таких угроз, направленных в адрес должностных лиц избирательных комиссий. То есть, вся проблема — это то, чтобы все это было опубликовано в социальных сетях. За два дня до показаний Министерство юстиции выпустило пресс-релиз, в котором сообщалось, что только 11% из этих тысячи сообщений соответствовали, внимание, порогу федерального уголовного расследования, что остальные зарегистрированные контакты не давали никаких оснований вообще для того, чтобы приступить к расследованию. Это сообщает напрочь обслуживающие интересы Байдена Министерства юстиции. Вкратце, в стране с населением примерно 331 миллион человек Министерство юстиции в течение года накопало всего лишь тысячи сообщений в социальных сетях с предполагаемыми угрозами в отношении работников избирательных участков, да еще из которых только 11% могли быть действительно притянуты за уши, чтобы можно было завести федеральное расследование. Вот вам, пожалуйста, огромный рост, огромный рост, который требуется к рассмотрению в Конгрессе и получению новых бюджетов для демократов. Дальше Тайм обосновывает свое заявление о титаническом росте. Только послушайте в эти термины «титанический рост угроз» в адрес работников избирательных комиссий после выборов 2020 года. Во-первых, это ссылка на опрос, проведенную Центром правосудия Брэннона, очень пристрастная организация, занимающаяся левой активностью, в которой утверждается, что работники избирательных комиссий демонстрируют постоянный страх за безопасность себя и безопасность своих семей, а также коллег. Постоянно они боятся, что что-то с ними произойдет, панически. Во-вторых, со ссылкой на статью «Вашингтон пост» за ноябрь 2022 года, который включает грандиозные заявления представителей демократов на выборах, продвигающих тот же нарратив, который, собственно говоря, можно назвать «упавшим с неба», поскольку он не имеет никакого совершенно по собой основания. Среди тех, кто прокомментировал сообщение, была госсекретарь штата Колорадо, Джена Грисвелл, тоже прекрасная леди, чей офис заявил, что с 2020 года были выявлены еще сотни угроз в ее адрес. Как живет, непонятно, но постоянно боится, что с ней что-то произойдет, поскольку она на пути демократов. Вот республиканцам надо бояться в демократических штатах хотя бы просто повесить республиканский флаг на своем бэк-ярде. «The Post», другое издание, удосужилось упомянуть, проверила ли она утверждение, чтобы определить его правдивость. Может быть, это совсем неправда, ничем не доказывается, что не менее примечательно в статье, так это готовность пост скрыть правду от своих читателей. Только приблизительно в 22-м абзаце этой большой статьи читатели получают фактические данные Министерства юстиции, о которых мы ранее упомянули, вот эти 11%. Редко кто дочитывает статьи до конца. Обычно заголовок и первый абзац, вот этого достаточно большинства леваков, чтобы впуститься в бой с этой идиовой. Сама суть это уже дальше, но на случай, если все-таки кто-то возьмется крепко за эти стикулы и потребует писать опровержение на всю эту чушь, опубликованную публично. Даже тогда «The Post» пытается преуменьшить правду, повторяя заявления неназванных должностных лиц, избирательных комиссий, которые, конечно, боятся, но говорят, что Министерство юстиции и ограниченное количество судебных преследований разных штатов — это лишь часть угроз, которую они получают. То есть на всех остальных угрозах они почему-то молчат, говорят только о маленьком проценте. В таком случае вообще извращенная информация прямо наоборот. По статистике Министерства юстиции лишь 11% можно рассматривать из больше, чем 10 тысяч обращений, а пропагандисты пытаются рассказать, что 11 тысяч — это лишь малая часть. Остальное — это сотрудники избирательной комиссии якобы проглатываются слезами на глазах, продолжают считать и крапеть над голосами. Чудо какое-то, правда? Очень удивительная история, и манипуляция фактами — это, конечно же, налицо. Здесь можно просто-напросто почитать внимательно и посмотреть, каким образом они умудряются переворачивать факты. Да, конечно же, я соглашусь, есть поддающиеся проверки угрозы в адрес работников избирательных участков, хотя и редкие, но оправданные. Но также редко идут дожди, например, в долине смерти, штат Калифорния. Это не означает, что мы должны начать строить Ной в Ковчег 2.0, чтобы подготовиться к этому катастрофическому потопу, который предполагают демократы с бюджетом и целым большим законом о выборах. Демократы очень предвзято к выборам относятся, и здесь, конечно, хотят защитить свои фальсификации. Что же на самом деле хотят законодатели? Представить каждому сотруднику избирательных участков военизированную охрану на бюджетные деньги, которые из налогоплательщиков в карманы пойдут, оплачивать лечение от накопившихся стрессов, от республиканцев в пансионате. Какие же цели вот этих бюджетов? То, что мы видим, это попытка сейчас средств массовой корпоративной информации взять отдельные инциденты с угрозами и раздуть их до предела, чтобы создать видимость прежде всего того, что работники избирательных участков находятся в постоянной осаде со стороны называемых отрицающих выборы республиканцев-мага. Это первая цель. Это стратегия демократов, предназначенная как для того, чтобы представить своих политических оппонентов просто обычными жестокими экстремистами, праворадикалами, это делает сейчас и Джо Байден, называя постоянно мага и республиканцев экстремистами, так и для того, чтобы отговорить консерваторов, в которых есть законные опасения по поводу честности выборов, от участия в полностью законных формах контроля за выборами, такие как наблюдение, например, за опросами и соблюдение законности на участие. Демократия действительно умирает во тьме, демократы хоронят ее заживо своими руками, одобряемые режимом корпоративные СМИ хотят, чтобы мы поверили в обратное. Доверие корпоративным СМИ, друзья, еще больше подрывается, когда те же самые корпоративные СМИ искажают результаты, которые они получают в ходе интервью. Вот, например, опросы об абортах, лгут о законах, поощряют экстремизм демократов, прикрывая это все. Другой случай произошел на NBC News, но также имеет отношение к выборам и как информацию крутят, как им удобно. Даша Бернс, есть такая замечательная работница NBC News, рупор корпоративных СМИ, которая пытается убедить американцев терпеть радикализм леваков и демократов, а также программу абортов, делая вид, что все нормально, никаких проблем не существует. В интервью, которое губернатор Флориды Рон Ди Сантес на этой неделе дал Бернс, неоднократно лгала об общенациональных попытках демократов легализовывать аборты недоношенных детей на протяжении всех девяти месяцев беременности и, собственно говоря, на поздних сроках, на поздних сроках, Бернс начала интервью с вопроса, наложит ли десанты света на национальный закон о защите жизни, так он называется, который ограничивает или фактически запретит аборты во всех штатах, что тоже передергивая информацию. Когда я буду президентом, я буду выступать за жизнь, мы будем поддерживать политику защиты жизни, заверил ее Ди Сантес. Я бы не позволил тому, что хотят сделать многие левые, а именно отменить защиту жизни этого закона по всей стране вплоть до момента рождения, в некоторых случаях я считаю, что это где-то убийство. Далее Бернс заявила, что ответ десанты был искажением того, что происходит на самом деле, поскольку лишь небольшой процент от общего числа всех абортов приходится на поздние триместры. Нет никаких доказательств того, что демократы настаивают на абортах вплоть до родов, настаивала Бернс. И дальше интересно, друзья мои, Ди Сантес продолжил, но их точка зрения, их точка зрения такова, что вплоть до того момента, когда ребенок должен появиться на свет, не должно быть никакой правовой защиты этого ребенка, начал Ди Сантес. Его быстро прервала Бернс, который еще раз заявил, что нет никаких признаков того, что демократы настаивают на этом. А дальше происходит это просто волшебство в эфире НБС, так как интервью, тут, конечно, вопреки здравому смыслу, и Ди Сантес должен был это понимать, было предварительно записано и не вышло в прямой эфир. А это означало, что телевизионный фрагмент на этом закончился, и, по сути, телеканал НБС должен был представить его без купюр таким, как есть. То есть, вопрос, ответ, возражение, и вот тут как бы все должно быть закончиться. Но, благодаря преждевременному сговору продюсеров, зрители были готовы принять прозаическую выдумку Бернс как реальность, вместо того, чтобы выслушать дальнейшее опровержение ее лжи со стороны губернатора, которую просто-напросто вырезали. Американцам не дано было услышать слов Ди Сантеса, и в интервью Ди Сантес выглядел так, как будто бы он согласился с утверждением Бернс. Смонтированная простиверсия разговора, которая была опубликована через несколько часов после того, как NBC закончила съемку Ди Сантеса, показывает, что Ди Сантес точно определил экстремистскую повестку до Дня демократов в отношении абортов и фактически принял ее как за действительность. Ди Сантес указал на такие штаты, как Калифорния, которые внесли поправки в свою конституцию в 1922 году, используя расплывчатая, сформулированная статью закона, которая легко разрешила об аборте на протяжении всех 9 месяцев беременности. Фактически до рождения ребенка ты можешь прийти и сделать аборт в Калифорнии. Так вот видит ситуация демократа. Калифорния не единственный штат, который пытался легализовать аборты в третьем триместре с помощью законодательства и голосования. В штате Мэн, Миннесота, Колорадо, Нью-Йорк, Аляска, Нью-Хэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон и Вермонте действуют законы или конституционные поправки, в которых содержится формулировка разрешающей аборты во время беременности на поздних срок. Часто положение субъективно зависит от суждения медицинского работника. В некоторых штатах, таких как Вирджиния, республиканцы смогли остановить планы своих левых коллег по закреплению абортов до и во время родов в Конституции Штата. Фактически даже во время родов может произойти абортирование и это будет вполне себе законным образом. Другие штаты, как Аггайя, например, борются с попытками аутсайдеров разрешить радикальные законы против абортов. Федеральные законодатели тоже пытались гравдифицировать неограниченные аборты для всех штатов. И мы помним эти большие протесты, которые происходили у здания Конституционного Верховного Суда в Вашингтоне. Некоторые демократы даже призвали своих коллег игнорировать ограничения филибастра, чтобы мера была принята или отменить его вовсе. Эти дебаты тоже до сих пор у нас в памяти. И снова Бернс, ведущий NBC, настаивал на том, что демократы не вводили эту политику. Но вот как вообще? То есть, либо Бернс совершенно не помнит, как это все дело происходило, либо одно из двух, конечно же, пропагандирует. И, кстати говоря, в тот момент при записи интервью Десантес возразил, да, все-таки есть, они будут использовать разные способы, чтобы действительно иметь до этого широкое исключение и продвигать этот закон. Бернс быстро опять же переключилась, заявив, что все аборты во время беременности чрезвычайно редки, и а если не чрезвычайно редки, тогда почему для этого нужно вводить целый закон и таким образом истерить. Десантес также признал, что аборт на поздних сроках возможно сейчас не является нормой, но удвоил тот факт, что демократы отчаянно хотят сделать так, чтобы это являлось нормой. Вот цитата этого интервью, левые в этой стране ушли от позиции, которая говорила, знаете, что мы действительно хотим воспрепятствовать абортам, это не так, что это нехорошо, но к тому же теперь они рассматривают это скорее как положительное благо для общества, сказал Десантес. И продолжил, что думает, что большинство американцев, независимо от того, как они относятся к правовой защите, не считают, что аборты на поздних сроках это положительное благо для всего американского общества. Очевидно, что для нормальных здравомыслящих людей это трагическое обстоятельство. Десантес прав, по статистике только около 10% американцев поддерживают требования о легализации абортов на поздних сроках вплоть до момента родов, фактически. С другой стороны, большинство избирателей считают, что аборты должны быть по крайней мере ограничены первым триместром, не позднее. 41% считают аборт вообще аморальным поступком и чуть более половины американцев поддерживают 15-недельный запрет на аборты, подобный тому, который ввел в прошлом году сенатор-республиканец Линдси Грэнт. Вы знаете, в целом, доверие американцев к корпоративным СМИ, таким как NBC и вообще то, о чем мы говорили ранее, Times, в общем, CNN упало до рекорд низкого уровня. На самом деле, по крайней мере, половина страны считает, что пресса вообще-то намеренно вводит американцев в заблуждение и не просто поддерживает демократов, а незаконно лоббирует демократические интересы и, собственно говоря, таким образом продвигает режим Байдена и пытается как бы превратить Америку в непонятное что. Это доверие еще больше подрывается, когда корпоративные СМИ искажают результаты опросов об абортов, как в случае с Десантесом, лгут о законах, поощряют экстремист демократов и вообще, собственно говоря, продвигают повестку того, что при этом при всем сотрудников на избирательных участках почему-то не любят и пытаются им угрожать. Вопрос задайте, почему. В завершении этой истории о том, как цензурируют корпоративные СМИ, Ютуб в этом месяце не позволил тюкет с видеопродакшей нашему каналу добавить ни одного нового подписчика. Как-то так, друзья мои, происходит. За весь день, за весь месяц, 30 дней, когда-то 31, ни одного нового подписчика не добавилось. Действия теневого бада не ограничиваются только блокировками. Теперь в социальных сетях практикуется непоказ роликов зрителям путем скрытых блокировок и продвижения роликов, совпадающих с демократической повесткой. Это делает так, что очень много демократических вещей вы видите в Ютубе и ничего республиканцев. Так же происходит и тоже происходит с поисковой системой Google, которая является монополистом, продвигает новости и коммерцию. Вот как в таком случае выживать, скажете вы, как в таком случае бороться с тем, что происходит, когда в уши тебе льется один сплошной понос. Друзья мои, тюкетс на Твиттер, используйте возможность свободно говорить о политике без блокировок и банов, подписывайтесь, будьте в курсе того, что реально происходит на самом деле, не только того, что считают вам показать нужным корпоративные СМИ, проплаченные блогеры и поисковые системы, которые выводят на экран то, что вам необходимо. Ваша финансовая помощь по-прежнему нам необходима, чтобы компенсировать затраты на производство политических эфиров, сюжетов и авторских проектов в отсутствии монетизации, поддерживая информационный ресурс без пропаганды и цензуры тюкетс видеопродакшн, боретесь с засилием политиков, лишающих нас как раз-таки вот той самой свободы слова, и которая превращается, и которая старается превратить нас вообще в безмолвных рабов. Используйте PayPal, используйте зелье, кофе, а также суперчат на Rumble. Я благодарю Сэм Фелдман, который помог нам через PayPal. Спасибо, друзья, за поддержку, для нас это очень важно. Тукетс на Rumble, подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе того, что на самом деле происходит с вами, и берегите себя. До новых встреч, друзья. Будьте в курсе того, что происходит на самом деле, а не только того, о чем считают нужным вам рассказать. Тукетс на Твиттер, используйте возможность свободно говорить о политике без блокировок и банов. Тукетс на Rumble, подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе того, что на самом деле происходит с вами. Ваша финансовая помощь нам необходима, чтобы компенсировать затраты на производство политических эфиров, инфоленты и авторских проектов. Поддерживая информационный ресурс без пропаганды и цензуры, вы боретесь с засилием политиков, лишающих нас свободы слова и превращающих наше общество в безмолвных рабов. Используйте PayPal, Zelle, Coffee, а также SuperChat, Rumble и Twitter. Продолжение следует... Продолжение следует...